Диана Мстиева. В прошлом году тяжелоатлетка стала чемпионкой Европы. Как и все спортсмены, Диана стремится к олимпийской медали. Хотя изначально ей пророчили лишь звание мастера спорта. В тяжелую атлетику девушка пришла поздно, в 18 лет. Но поднятие штанги стало делом всей ее жизни. Высокие результаты еще впереди, уверена спортсменка. Сейчас ее главная задача – покорить пьедестал чемпионата мира, который пройдет в Душанбе, столице Таджикистана. И учебно-тренировочные сборы – это возможность войти в нужную для соревнований форму после продолжительных новогодних выходных. Скидок, так скажем, ни у кого нет. Никто не может увернуть, сказать, вот, я чемпион Европы, мне хватит. Нет, все занимаются как новичок, так и такой именитый спортсмен. Все занимаются на равных условиях. Всем дано три часа, их надо отработать по максимуму. Любой спортсмен стремится к олимпийским играм. Любой. А пока что в этом году это чемпионат мира. Взялись за штанги и начали плодотворно готовиться к предстоящим стартам еще 14 тяжелоатлеток из основного состава национальной сборной. Первое для них в этом году соревнование – это Кубок России. Сочи его примет в конце марта. И по стечению обстоятельств состязания пройдут на той же базе, которая для спортсменок стала тренировочной. Это центр спортивной подготовки «Югспорт». Как раз в этом зале, где мы сегодня находимся, будут проходить разминочные помосты здесь, а соревнования будут проходить в соседнем зале здесь. То есть любители тяжелоатлетики Сочи, Краснодарский край, есть посмотреть на сильнейших тяжелоатлетов Российской Федерации. Одно из лучших баз в Российской Федерации для полноценной еще раз повторяю подготовки к чемпионатам Европы, мира, Олимпийским играм. Когда все вместе собираются, у них появляется ассарт, проводится очень большой объем работы. И все это в конечном итоге сказывается на результатах. После Кубка страны девушек ждет чемпионат России. Его принимает Ростов-на-Дону в сентябре. Ну а затем свои лучшие результаты в рывке и толчке члены женской национальной сборной поедут демонстрировать в Душанбе. Сильнейшая вернется с титулом чемпионки мира. А вот другую тренировочную арену и для другого вида спорта в югспорте только готовят. Два футбольных поля реконструируют к чемпионату мира по футболу. Сейчас здесь обновляют трибуны, искусственное поле меняют на натуральное. Как стало известно, на центральном стадионе будет тренироваться сборная Бразилии.